53 дома исключили из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В реестр вошли строения Наринмара, поселков Пискателей, Харивера и села Великовисочная. Часть строений выбыла в связи с высоким уровнем износа. Другая просто-напросто не является многоквартирными. Подробности у Алены Вали. Аварийные строения войдут во второй этап под программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Его реализация начнётся в 2017 году и завершится в 2020. Согласно постановлению администрации региона от 14 октября текущего года, во второй этап под программы войдут дома по адресам. Заводская – 14, Зелёная – 18, Ленина – 26, Пионерская – 6 и 12, Хатанзейского – 11, Южная – 20, 24, 26 и 30, 60-летие октября – дом 52, Сопрыгина – 16, Евтысова – 1, Меньшикова – 8. Три дома по улице Октябрьской под номерами 29, 31 и 34. На улице Пионерской – дома под номерами 16, 19, 20 и 21. Совхозная – 9, Строительная – 9, Корпус А. Также во второй этап под программы по переселению вошли два дома блокированной застройки. По адресам Макарабаёва, 19 и Перерка, 9. В посёлке Искателей ветхими признаны строения по адресам монтажников 1А и 2А, Нефтяников – 24, Озёрная – 5, 8 и 14, Геофизиков – 5 и Тиманская – 24. Из программы по капитальному ремонту общего имущества были исключены строения, которые не являются многоквартирными домами. Это три здания по улице Авиаторов, по одному дому на улицах Заводская, Ленина, Первомайская и Южная и два строения на улице 60-летия Октября. В посёлке Искателей также из этого реестра исключены общежития – Тиманская – 1, 32 и 33, Газовиков – 4. Эти общежития также признаны аварийными и подлежат расселению и сносу. Кроме этого, согласно техническим паспортам, из программы капремонта исключены ещё пять домов, в которых установлен факт отсутствия квартир. Общежитиями признаны и два дома в сельских поселениях региона – в селе Великовисочное и посёлке Харивер. Владельцы квадратных метров, в строениях которые исключены из списка, будут освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт. Деньги, которые уже внесены, согласно федеральному законодательству, пойдут на оплату работ по сносу зданий. Можно и вернуть средства, которые собирались на обновление. Для этого необходимо обратиться в фонд содействия реформированию ЖКХ. До конца года список аварийных домов, подлежащих сносу, может пополниться. Сейчас в Наринмаре проходит проверка 58 многоквартирных строений. До нового года специалистами Бюро технической инвентаризации также будут обследованы ещё 95 домов. Это дома до 85-го года постройки, у которых нет централизованного водоотведения. То есть, либо нет септиков, либо канализации. Это так называемые выгребные ямы. То есть, понимаем, что с учётом того, что люди самостоятельно благоустроили дома, начали лить по дому, и фундаменты, и кладные венцы гниют. Из программы будут исключены дома с физическим износом более 65%, а также износом основных конструктивных элементов – крыши стен или фундамента более 70%.